Вам персональный раз отпускник. Кровати не смогли взять, а кресло хорошее. Так, отдохнули, давайте рассказывайте о хозяйстве. Синтезикаты, майновые, все готово, сейчас печатаются по компьютеру, документы все готово, я надеюсь, мы передали сельскому совету, только печатают там. Как отпечатали, мы сразу сделаем развоз, я за два-три дня возвезу їх по людям. А по государственным актам заказали? Проект есть? Да, наказал, мы проект заказали, все наказали, но еще там... Оплатили авансы? Нет, все авансы. Когда же будете решать вопрос? Ну, хлеба спадет, оплатим, нечем платить. Вот, по болям, по болям, мы сейчас проехали парк, 25, а там шурбов, да, всех убираем. А то еще, это не наше циволчанское поле, вот. Вот, у нас 1996 гектар уборки, 11 комбайнов, 180 гектар на комбайну уборки идет. Вот, комбайны сегодня прошли техосмотр, оценку сдали хорошую. Ну, мы будем нечем, чтобы ополучить на день за 22 убрать. Когда доны шли на пониженной передаче на бухте, и 6 гектар в день убирать. Поэтому нагрузка будет... Уборка сложная, нагрузка очень тяжелая. Это мы рассчитываем, а за 20 дней, если по 10 гектар мы будем убирать, вот мы уберем за 20. Ну, этого, наверное, не будет. Потому что либо... Мало то, что либо по соломе, большая солома, ну и все-таки и колос есть, и все на тебе. Просто пробег ты так не пройдешь, они вообще будут слабо идти. Тут есть? Здесь здесь. Да, 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 да. Да, 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 да. Давай, давай, давай. Да, пошли. Надо выйти. Ну, да, бензин зают. Пошли, бензин. И людей со снегом. Да, надо... Он вносил предложение поюнов на неделю, так неделю надо район объезжать. Глава администрации Анатолий Александрович, докладываю, личный состав комбайнового отряда построен. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Поздравляю вас с праздником! Спасибо! Годовой технический осмотр уборочной техники – это один из праздничных мероприятий в хозяйстве. Я проинформировал ваш директор о том, что сегодня комбайны все ваши приняты комиссией районной и подготовлены к уборке. Это большое событие, потому что технику, которой уже отряду больше 10, а Нивы там вообще уже до 20 лет есть, значит, не так-то просто было готовить. Ну и уборку мы сегодня от полрайона посмотрели с руководителями хозяйства, а еще остается еще половина района. Мы видим, что уборка будет очень непростая, очень сложная уборка. Зерновых культур и намолотить по нашим расчетам до 900 тонн зерна в каждой комбайне. Вот это такая стоит, и не проще задача и у вас, потому что нагрузка большая, хлеба тучные, хлеба, которые на сегодняшний день имеют потенциал и 60, и 70, и есть биологические, и 80 центнер. Это даже для такой техники, как Дон 1500, серьезные испытания. Мы вот даже сегодня с руководителями проехали ряд хозяйств, где участвовали и в техническом осмотре, смотрели в Малиновке под комбайном, ряду положили и пропустили под нагрузкой соломой и зерном, и зерном так вот на полотне на том ряснеет пшеничка. То есть очень много просыпается зерна, то есть надо, чтобы каждый и ваш комбайн, после того, как приняла комиссия, после того, как я отца попросим, чтобы он насветил, так сказать, тогда еще, когда принята будет комиссия на уплотнение, то есть на то, чтобы не просто утюжить поле, и половина в бункер пойдет, а половина под комбайн. Потому что у нас были и такие примеры, когда ставили на полотно комбайн, а он туда отправляет одно ведро, и одно ведро под себя. То есть надо уплотнить, надо все механизмы так загерметизировать, где проходит зерно, с тем, чтобы все шло в бункер. Что-то там, в эти погодные коллеги. Мы берем рабочих. И, да, рабочих. И с тем, чтобы комбайны вам не отказывали. То есть надо очень серьезно еще провести работу по завершению подготовки. Ну и восстановить память и все регулировки необходимые, провести техническому персоналу учебу, принять экзамен, так сказать, от каждого, на предмет того, что комбайн надо все-таки как минимум трижды в день регулировать. Это утром, когда роса, в обед, когда такая жара, и вечером, когда отпускается лому, и, так сказать, надо перестраивать на другие режимы. Там и зазоры, и обороты барабана, и угол наклона решет, и количество оборотов вентилятора, и все остальное прочее. Утром на поверхности почвы было 36 градусов. Это очень много. И вот сегодня идет тоже испытание для зерновых, да не только зерновых. Вот, как выдержать все это дело, и период формирования, окончательного формирования урожая. Сейчас дождик нужен, так что надо молиться. А для этого надо церкви немножко помогать. Да, так что, пожалуйста. С вашей стороны, церковь, помощь нужна. Что? Георгий Николаевич, я не услышал. Я говорю, для того, чтобы дождик был, не только Боженька, мы должны Боженьку спросить, а вы для Боженьки тоже что-то должны сделать. Так давайте пожертвования тогда, кого выберем. На церковь. Кого спалым, да? Когда просим, не отказывать чем-нибудь. Хорошо, хорошо, давайте.